приветствую вас уважаемые мои подписчики сегодня у нас раздел слова и кофе мы будем сегодня смотреть как жарить кофе зеленый если вам неинтересно кофейная тема вы можете промотать вперед и сразу поразмышлять о большем слове если же вам интересно слов кофейная тема до процессе можете посмотреть до конца сегодня я сделаю обзор такой такой изделие которым я могу обжаривать кофе вот и покажу вам весь процесс поэтому наберитесь терпения до благословит нас господь сегодня вы видите у меня на столе два таких вот интересных предмета мешок назовем это код мешки и антеннер что это такое ну давайте начнем с контейнер контейнер в нем находится зеленая кофе ну обжарщики называет его зеленкой вот что это за зеленый кофе такой почему его вам показываю ну во-первых это бразилия обработка сухая вот сзади меня вы видите такой интересный мешок вот этот кофе был в этом мешке и один мой хороший друг христианин он подарил мне этот кофе вот и уже в течение нескольких недель я его пью но конечно пью не зеленый пью его обжаривая вот и вот теперь мы переходим ко второму нашему предмету код в мешке что это такое это называется тебя или тигель ну и давайте мы с вами посмотрим из чего он состоит тигель еще раз а это тигель а он произведен в японии сейчас такую вещь можно в принципе купить произведенную в россии ну возможно белоруссия может быть и в россии я не знаю где конкретно не делают называется аскерка наберите в интернете аскерка и там будет он в продаже стоимость его примерно 5000 рублей и я скажу в чем отличие также есть на алиэкспрессе китайские тигли не знаю не пользовался только видел в продаже ну давайте посмотрим так вот такой интересный мешочек такой рядочкой все это было так вот куплено мной ну и давайте теперь посмотрим что же внутри внутри у нас три таких важных предметов ну давайте посмотрим я уже пользуюсь этим тиглей этой тиглей и поэтому она такая вот здесь есть немножко немножко остатки кофе вот но это то есть значит мой обзор будет более полноценным и так в комплекте идет инструкция вот такая вот или такого плаката здесь все на японском языке вот кто знает можете прочитать что здесь написано делайте паузу читайте и здесь приготовление как она вот приготовляется ну по крайней мере инструкцию я перевел вот мы сейчас не обратимся также здесь вот такая вот ложечка мерная интересно что ложечка от милита компании милит который занимается как кофе машинами вот у них такая вот такой ложечку положили очень удобная есть у нее один недостаток я потом покажу вот так можно его положить размер этой ложечки как написано в инструкции это одна порция примерно 10 грамм вот если без горки 10 грамм ну 15 я бы так 15 хотя они здесь указывают что 10 то есть что нужно сделать взять одну порцию засыпать в нашу тиглю для специальное отверстие техническое сюда засыпается и начинается обжарка одна ложечка одна порция рассчитана можно максимум три порции сделать то есть ну 40 грамм максимально 40 грамм и в течение как указано в инструкции трех минут трех с половиной минут происходит обжарка на газовой плитке но я скажу вам честно никогда у меня три с половиной минуты не получалось да я не стремлюсь к этому потому что считаю что кофе должно быть обжарено примерно от 6 до 12 минут вот примерно его скорость обжарки 6 минут это будет до крека ну мы об этом тоже еще поговорим все это тоже объясню вот теперь что еще сюда засыпается кофе это мерно ложечки я все равно не пользуюсь но я ей пользуюсь но я не пользуюсь вот так вот раз ложку кинула все то есть я все-таки стараюсь взвешивать кофе и пользоваться весами также то есть туда засыпается зеленый кофе происходит обжарка и уже в момент готовности достаточно вот так он будет перевернуть и кофе оттуда высыпается в емкость для уже остывания вот такая вот интересная штука в чем отличие от аскерки которая вот продается в россии ну во первых мне вот это обошлось в два раза дешевле наверно вот здесь соломиная ручка держать можно медленно она разогревается плавно идет главное обжаривание происходит потому что начинал я жарить кофе в турке и об этом я тоже уже может в следующем видео расскажу вот сделано она данная тигля из красного красной глины здесь такая вот вапельнообразная такая вот насечки идет на дне вот ну и соответственно здесь она жарится тут но у меня чуть-чуть такое загрязнилось потому что ставишь это вот что-то чего-то нужно быть очень очень аккуратным чтобы не разбить соломиная ручка как я уже сказал в том в чем отличие от аскерки я не знаю с какого материала сделана аскерка но она покрыта таким вот глянцем глянцевый таким вот как типа лаком или что это покрытие такое глянцевое а здесь она матовая ничем не покрыта второй момент аскерка больше чем тигля если сюда максимально 40 грамм помещается можно конечно полную поджог но тогда процесса не будет кофе должен там постоянно помешиваться такими движениями постоянно помешивается здесь ли здесь как я уже сказал 40 грамм то вас кирки 50 грамм вмещается дальше ручка здесь короче там она чуть длиннее и так и в этом плюс потому что все-таки чувствуется жар да тут когда вот жаришь и не очень удобно держать хочется хочется чтобы хват был побольше вот ну видимо сделано под маленькую японскую руку вот меня рука побольше вот из-за этого вот ну тяжеловато держать если делать ну две-три порции подряд от пожар и высыпал пожар и высыпал высыпал то устает рука и из-за того что вот этот хват неудобный там здесь и здесь соломенная ручка то там будет она сделана из кожи вот на китайских аскерках я фотографии приложу видео выйдут на китайских аскерках вообще просто глиняная ручка то есть видимо типа делай там сам обматывай чем хочешь вот ну что ж я вам немножко объяснил будем приступать к взвешиванию кофе и так для взвешивания я взял вот такие вот весы я всегда пользуюсь весами китайские это весы горин называются они старайтесь тоже пользоваться весами когда вы готовите кофе ну эти весы ювелирные очень маленькие удобные и довольно таки надежные крепкие вот так же по пути до делая обзор и на эти весы здесь используются две батареечки 3а вот как комплекте шли китайские так я еще это не менял так ну так как это обзор не на весы я не буду там все по всем инструкциям просто они очень удобные в плане вот взвешивания и они до пол килограмма также вот идут они в такой вот коробках таких коробочках одна идет снизу помещается как пенал 2 2 закрывается эти же коробки потом можно использовать и для как подставка для того чтобы насыпать в них вот мы берем весы ставим вот эту верхнюю на весы включаем весы достаем наш кофе так и сразу же здесь происходит и обнуление на этих весах то есть если погрешности не проверял там есть нет ни погрешности вот нет нет все устраивает то есть если поставить чашку на весы и потом включить то он сразу обнуляется так ночью за мной и замерим вот я беру такую ложку без горки и просыпаю и получается ровно 15 грамм вот одна такая ложка 15 грамм нам нужно 30 грамм опять вторую ложку вот и это две порции но опять же смотря кто как сколько мерить как количество воды объем все остальное стандарт для многого 8 целых 25 сотых грамма на на 10 на 100 миллилитров воды 8 25 на 100 миллилитров воды это стандарт но я делал по этому стандарту как-то мне не нравится сам вкус поэтому я делаю 1 10 10 грамм кофе на 100 миллилитров воды вот это нам не пригодится больше и теперь мы берем нашу аскерочку но прежде чем засыпать и принципе кофе должны засыпать сюда но прежде чем засыпать кофе аскерку нужно предварительно не аскерку тиглю ну вот иногда я так уже по привычке называю аскерка на самом деле это тигля вот и вот беру я тиглю и засыпаю сюда кофе но тиглю нужно предварительно разогреть то есть сейчас мы переместимся на нашу обжарочную сторону кухни и вы посмотрите как это все происходит в то же самое время будет шумно и я хочу записать весь процесс реальном времени то есть если вам не интересно монотонность процесса мотайте дальше по уже смотрите что происходит также в конце не забудьте посмотреть размышления о божьем слове и так друзья мои мы с вами продолжаем обзор тигли и метод приготовления обжарного метода приготовления кофе там обжаривание кофе в тигле сейчас вот настроил так камеру чтобы было видно газовую на мою плитку и мы будем сейчас приступим именно к обжариванию для и также я приготовил уже заранее миску где будет находить кофе который будет остужаться после обжарки и также секундомер все это есть присутствует это очень важные моменты вот даже поближе поставить его ну секундомер ладно в принципе не нужен вот ну включаю газ пошел и прежде чем мы засыпем наш копия нам необходимо тиглю прогреть работает вытяжка и также я еще одну включу чуть попозже потому что ну запах он будет идти от обжаривания мы сейчас попробуем обжарить наш кофе за 6 минут до крека все таки я хочу куда-то разместить сейчас секундомер разогреваем нашу тиглю процесс не быстрый я трогаю рукой сверху то есть как проверить до готова на или нет так вот наш тигля разогрелась это означает что мы засыпаем сюда кофе вот и потихонечку уже начинаем его обжаривать при этом включаем секундомер все секундомер пошел и мы потихонечку его начинаем обжаривать вот с этого времени как только рассыпал кофе у нас пошло время вот такими потрясывающими круговыми движениями обжаривается на скоте 30 грамм это две порти на два раза нам хватит мы сделаем светлую обжарку в креке она будет ну у меня всегда есть искушение подержать подольше но я знаю уже этот кофе если его делать минуту то он будет очень киском идет в кислотность и не будет горчинки вообще то есть я поэтому хочу сделать минута 30 но возможно сделаю минута 20 попробую что это будет может быть минута 30 нет и это было такое очень хороший обжар мне понравилось делали в турки и в аэропрессе его очень вкусный получался кофе ну что ж друзья мои чтобы итак вам коротать время вы можете либо смотреть вот так вот как это все происходит сам весь процесс я включу сейчас еще одну вытяжку поэтому будет посумнее две вытяжки у меня работает и окно открыто запах приятный но насыщенный пока вы смотрите я хочу поделиться с вами евангельская весть что такое евангелие евангелие это добрая весть или радостная весть по английски good news они так говорят good news добрая новость хорошая новость в чем заключается суть хорошего ну все вы знаете что все мы грешны грешны соответственно писание говорит что возмездие за грех смерть а дар божий и жизнь вечная во христе иисусе так вот что была хорошая новость сначала идет печальная новость печальная новость в том что грешник должен быть осужден вы видите как активно идет испарение логи из копия вот хорошо идет обжарочка но продолжим так вот мы с вами грешны и возмездие для наказания за грех это смерть а хорошая новость в том что дар божий жизнь вечна поэтому бог любит нас и у него для нас есть прекрасный и удивительный замысел этот замысел в том чтобы дать грешному человеку спасение от возмездия за его грехи должно быть возмездие но бог хочет дать спасение путь спасения и это закон первый человек грешный и нуждается в спасении закон второй бог проблему человеческого греха решил в Иисусе кресте мы христиане и в этот мир пришел Иисус Христос и он умер на кресте вместо так называемой долгов крест плобное место и вот там его распяли и бог излил на него свой гнев за грехи всего человечества Иисус Христос прожил жизнь 33 года и ни разу не согрешил и мы с вами говорили что возмездие за грех смерть а Христос ни разу не согрешил поэтому смерть не имел и дать него власти и Христос воскрес воскрес из мертвых вот такой вот второй закон первый закон все грешны бог должен судить грех второй закон бог решил эту проблему в Иисусе кресте закон третий спасаются от этого только те кто лично в это уверует лично не общественно не потому что он родился не потому что он плестился не потому что он ходил по празднику в церковь а потому что лично уверовал в Иисуса Христа сейчас я сделаю вытяжку потише и нам нужно услышать крек это еще рановато что такое крек это тогда когда зернышки кофе они будут щелкать от температуры они набрали сахар вот покрылись такой сахарной корочкой а внутри они еще сырые то есть если сейчас высыпать и начать его заваривать то получится кофе такой овощного вкуса и вот нам нужно услышать этот крек это когда зерно набрало внутреннюю энергию произошел вот этот вот разрыв и эта вот корочка она хрусткала сахарная вот и от нее мы уже засечем второй раз вот пять минут вот вы слышите произошел первый крек и мы засекаем второй круг на пятой минуте пять сорок шесть произошел трек все он начинает активно щелкать за ручку мне уже не очень удобно держаться так вот второй закон то что Христос умер за наши грехи пострадал за них однако смерть не имела для власти поэтому воскрес третий закон чтобы принять спасение нужно поверовать лично своего личного господа и спасителя Христос должен быть личным твоим спасителем не общественным как я уже сказал а твоим личным и он должен стать твоим господином господином твоей жизни тот кто управляет всей твоей жизнью ну и четвертый закон все это обретается через молитву покаяния то есть осознать грехи свою грешность осознать праведность Божию и его справедливый суд его желание спасти нас приход Иисуса Христа как личного Господа и Спасителя и сказать в молитве Господи прости мне мои грехи в этом и есть суть Евангелия да крэп идет активненько и у нас уже заканчивается уже обжарочка наша 20 минута 20 идет хорошо сегодня хорошо работает газ бывает вот он пошел пошел и минута 30 все высыпаем на шкода высыпаем на шкода вот он щелкает еще газ выключаем и теперь нам нужно продолжить это еще в течение двух минут это остужение очень важный момент процесс остужения должен быть не быстрым но и не медленным потому что кофе продолжает обжариваться еще там зерна доходят изнутри вот и вот эта обжарочка она как раз светлая получается если остудить быстро по по нему я остужал быстро и кофе внутри не дожаривался если я хочу больше горчины то я должен перестать его стужать помешать равномерно чем отличая одно из отличий кофе обжаренного вручную от того что обжарено в ростере кофе обжаренный вручную у него будут такие шкарлупки шалушки шелуха вот это кофе покрытие и в профессиональных кростерах он специальным обдувом ветра пылесосами выдувается догорается дожигается шелуха это выбрасывается у нас тигли и соответственно у нас ничего такого нет просто берем шелухи я сильно не заморачиваюсь за это дело и прям молю вот так можно еще вторую взять и поработать вот это постужение медленно быстро не надо потихонечку так постувать течение двух минут примерно я вас если я жарю несколько порций вот эти вот не заворачиваются то я набираю в раковину воду холодную опускаю туда чашки они стоят погружены в холодную воду и уже потом сбрасываю в них кофе обжаренный продолжаю жарить следующую партию слегка слегка помешиваю тот что остужается в холодной воде и у меня будет процесс без остановки максимально я жарил в три порции вот чем уникальна такая тигель и такой метод это всегда жареный кофе во-вторых это интересно тем что есть процесс творчества даже три разных порции я делал я пытался засек секундомер от газа зависит от ветра и вкус во всех трех получился этот интересный процесс творчества и так вот он наш кофе который получился в принципе уже вот он остыл я трогаю его слегка тепленький это нормально вот так вот тигель помогла нам обжарить еще раз покажу какой он был вот какой он был и вот какой он стал итак друзья мои мы с вами только что обжарили кофе кофе у нас было теперь давайте поговорим о слове этот раздел называется слово и кофе я хочу предложить вам один из замечательных текстов это послание к ефесинам вторая глава четвертой и пятой стихи бог 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 богатый милостью по своей великой по своей великой любви который возлюбил нас и нас и нас мертвых по грехам и преступлениям оживо творился христом благодатью вы спасены я задам вам три вопроса если вы были внимательны слушали до конца то я рассказал вам четыре духовных закона первый закон это мы грешны павел пишет это написал апостол павел вот он пишет и нас мертвых мертвых по грехам и преступлениям мы грешны это первый закон второй закон бог богатой милостью мы грешны а бог богатой милостью оживо творил нас со христом это христос в том тот в ком спасение приходя к нему как личному господу спасителю мы получаем благодать не дела а благодать потому что написано ибо благодатью вы спасены размышляйте об этом тексте пусть господь вас благословит до новых встреч